Всем большой привет! Нет у меня терпения ждать 1 декабря, чтобы снять косметичку месяца. На самом деле я вчера уже вечером поменяла всю косметику, много новинок, а что-то наоборот хочется добить. И декабрь я выбрала таким промежуточным месяцем, где будут сплошные добивалки, либо совсем новинки. Давайте я покажу, что я отобрала и буду с удовольствием пользоваться. С прошлого месяца я решила оставить тональную основу от Тянде. Тональный крем для лица называется, такая зеркальная у него крышка. Мне он нравится, но это тот тональный крем, который нужно припудривать. Его когда наносишь на лицо, вот эта вот липкость небольшая остается. Мне нравится как он ложится, какой тон он делает на лице. Совсем не хочется пачкаться, правда. Но то увлажнение, которое он дает, его нужно припудривать немножко. А лежит очень красиво. В последних роликах на мне именно он и много комплиментов, что лицо сама вот. Основа очень хорошо смотрится. Поэтому я его оставляю, хочу с ним дальше играть. Ну и плюс у него сроки годности уже поджимают, а тут 50 мл для тонального крема это очень много. Если он мне будет надоедать, я решила взять в этом месяце от Ифраше 6 в 1 тональное средство. Это BB крем, совершенная кожа. Давайте так поближе покажу, чтобы мне уж не читать все подряд. И давайте посмотрим. Он более плотненький. Ну не более плотный, то есть не плотнее первого. Первый тоже по плотности. Он потемнее, чуть-чуть потемнее. Но выравнивается, подстраивается. То есть вот сейчас вы не увидите никакой границы практически, что первый, что второй. И его я тоже припудриваю. Если в прошлом месяце у меня был мусс тональный от Avon в круглой баночке, он у меня закончился, в пустых покажу банках. Вот он вообще не нуждался ни в какой пудре. Пудра, скорее пудрилась как-то инстинктивно. А вот эти два просят пудры. Ну и давайте к пудре. Пудру, которую я оставляю с прошлого месяца, это от Bourjois. У нее оттенок 02. Хорошая пудра. Ее вообще на лице не видно. Даже если вы много будете наносить, и она прекрасно матирует. То есть вот даже крем, который казался жирненький, он полностью матируется и становится гладким. И при этом сияние какое-то остается на коже. Нравится мне эта пудра. Она отличная. Ну и я говорю, что будут еще и добивалки от Mary Kay. Так мне понравилось вот это вот. Не знаю ее название или нет. Она у меня в рефиле, а название можно вот здесь еще посмотреть. Да, беж, оттенок беж. Это минеральная, насколько я знаю, пудра. Вообще она такая классная. Точно так же ложится отлично. Если не будет мне пользоваться рассыпчатой, а по-быстрому нужно нанести, то подходит очень эта. Она чуть-чуть потемнее выглядит той. Но пока у меня загар все-таки южный остается на лице, то она тоже подходит. Мне хочется ее вот доиспользовать скорее. Не показала базы. База от Avon Lux. Тут же поршень, он идет вверх. Где-то вот так вот он у меня остановился. Но она при этом очень легкая. Я хочу ее тоже доиспользовать. Это неплохая база. Даже утренний крем порой не нужен. Если вы только проснулись, умылись и сразу наносите крем какой-то, и надо косметику использовать, то вот это очень хорошо. Он идет даже как замена утреннему крему. Ну, по крайней мере, у меня так. Так, два корректора. Один остается с прошлого месяца. Он мне понравился от Artvisage. Вы видите, у меня уже его сколько. То есть он у меня за два месяца очень хорошо тут идет. И не планирую его пока менять. Мне он нравится. Даже когда у меня вот не синие синяки под глазами были, вот где я помады Avon показывала вам ролик, там у меня просто черные были синяки на самом деле. Хоть многие и заметили, что есть синячки. Это уже не синячки. Вот этот корректор, он все равно сделал свое дело. Чудес, конечно, не сделал совсем. Я уж молодой и красивой не стала. Тем более синяки реально были. Но он неплохо тушует, неплохо прячет. Вот я сейчас попыталась венку. Вот видите, то есть венка немножко прячется. Так я совсем чуть-чуть и тут постаралась. Отлично. От Artvisage у меня в оттенке 102. Давайте сюда его. И второй корректор, который является суперстойким. Он более светлый. Это от Reflame. Вот так. Название. Он слишком светленький. А вот как раз на черные синячки, когда у меня будут опять такие проблемы, я попробую его наносить. Видите, он такой уже с розовым подтоном. Оттенок немножко другой. Он немножко выбеливает область под глазами у меня. Поэтому синячки нужны поярче. Наверное, вам его видно тоже. Я бывает, если тот на тональную основу, то этот бывает под тональную основу, потому что иначе его немножко видно. Но он потом подстраивается. То есть потом его через какое-то время сейчас будет не видно. Дальше. Румяна. Румяна также оставляю с прошлого месяца. Хочу тоже добить эту палетку. Тут у меня образовалась дырка, и дырка не маленькая. Это от Faberlic. Румяна. Оттенок. Вот такой, наверное, вот этот. 62-50. Вы знаете, с одной стороны их на лице не больно видно, а с другой они дают какое-то внутреннее сияние небольшое. Тут есть какие-то блесточки или свечение какое-то небольшое. Блесток-то вроде я особых не вижу. Но вот сияние дает. И лицо выглядит очень свежим. Прямо. Я аж не дышу, чтобы вы разглядели это сияние. Ну, видно. Вот оно вот видно. И вот такая кожа. Хотя самого средства не больно и видно. Но на щёчках, когда оно нанесено, да ещё и под ним скульптор, а сверху хайлайтер, очень красиво. Ну, в последних роликах, где я с лицом, это средство на мне. И его, как мне кажется, видно было. И второе средство, которое я взяла, как румяна, это у нас уже ревлон в 20-м оттенке. Очень нравится мне эта палитра. Вот как они лежат от хайлайтера, по сути, до бронзера. Хотя это все сверкалочки. Вот таким вот слоем я на щёчки и наношу. Единственное, что стараешься не переборщить. Я сейчас не буду сильно стараться попасть в какой-то оттенок. Я сделаю вот так и вот так. И вы увидите, каким образом идёт переход. Ну, может быть, вот у меня мизинцем плохо собралось тут. Вот. И румяна, если растушевывать, то они, в принципе, ложатся очень красиво, деликатно и дают подсвечивающий такой эффект. Ими не переборщишь. Ну, единственное, что можно чуть больше сверкать. Вот. И сами вот эти вот розовые румяна, в них блёсток-то как раз нет. Блёстки чуть выше и чуть ниже. Вот. Я прям побольше сделала. Хорошие, очень хорошие румяна. Прям они мне нравятся. Я по ним скучала всё это время, поэтому с удовольствием возвращаюсь. Скульптор я оставляю от Эстрады. Он у меня в 310 оттенке. Это золотое сияние. Потихонечку я тут в одном месте продырявливаю его. Много у меня хайлайтеров, но вот прямо настолько я полюбила этот. Единственный у него минус, он пропадает с лица и нужно обновить. Но я думаю, это не великий минус, чтобы обновить хайлайтер. Это одно удовольствие. Но я, как правило, очень редко его добавляю. Мне как-то вот он сходит, если на нет. Ничего страшного. Какое-то небольшое свечение в любом случае остаётся. Но если на выход и, например, ролик надо снять вечером с лицом, то, конечно, я добавлю блеску. Дальше. Вот я ещё одну штуку взяла. Не знаю, кто-нибудь помнит такой фаберлик. Это тоже я хочу использовать в этом месяце. Вы знаете, на самом деле я решила Project Pen сделать на 2018 год из более стареньких продуктов на целый год. Чтобы у меня эта косметичка лежала отдельно. И я вам каждый раз какие-то добивалки не показывала. Но раз, два, в три месяца буду показывать, возможно, результаты. Вот. Что тут? Вот хочу попробовать вот этот бронзер, скульптор. Я его и беру в этом месяце как скульптор. Почему эта палетка с нами. Он неплохой. Вот эта пудра, она тоже хорошая. Но тут нужно, вы знаете, мастерски подходить с кистью, чтобы вот обойти вот эти вот все границы и набрать эту бедную пудру. Вот. Она хороша, если только ее захватывать с бронзером, чтобы не переборщить бронзером. А вот хайлайтер такой подходит только исключительно под бровь. Ну, по крайней мере, для меня. Тут блески, и эти блески какие-то они... Ну, я люблю, чтобы светило, а не блестело. Вот. То есть мне вот этот вариант нравится больше, нежели вот такой. А под бровь пойдет. Такой. Вот он прям чуть-чуть и выбеливает. Его видно, если побольше. А под бровь нормально. Вот. Поэтому я хочу вот эту палеточку использовать. Будет она меня радовать в этом месяце. Так. Я сейчас сотру все сверкалки, которые я тут насверкала по кругу. Так. Вы знаете, я очень люблю смотреть косметички недели. И часто у меня прямо руки чешутся собирать не косметичку месяц, а косметичку недели. Вот. Тогда так вроде и средств поменьше. И чаще выходит этот ролик. Я на самом деле девчонок прямо аж тороплю. Давайте быстрее следующую. А сама снимаю реже. Так. Что у меня тут еще? Брови. Вы знаете, мне последнее время стали девочки писать, что брови у меня недостаточно ярко накрашены, слишком тонкие. Но тонкие они у меня сами по себе почему-то такие стали с возрастом. Линяю, видимо. А так я все время пользовалась вот этими тенями. Ну, в этом месяце, не знаю, оставляю я это у меня как уже вечная палетка. Я хочу в этом месяце использовать вот такой карандаш. Это от Ева Мозаик. Карандаш. Вот, наверное, название. Что-то прям как начинаешь снимать, погромче говорить, горло першит. Он вот такой, но мне кажется, он будет царапать. Вроде бы рисует. Ну, как-то вот. Вот если я спокойна, то... Ну, бровь не глаз. Попробую. Либо мне нужно позаботиться о том, чтобы у меня появился новый карандаш для бровей. Получается, я в отношении бровей просто в скудном состоянии. Нечего красить на брови. Пренебрегаю. У меня есть для бровей еще гель Artvisage, но он прозрачный. Он пачкается постоянно в тональной основе. Почему-то я забываю брови до тональной основы укрепить. И в итоге он получается такой вот чумазый, грязный. Вам уже его показывать не буду. Но он у меня всегда есть в косметичке. Так, для теней. Может быть, я что-то тут пропустила. Базой хочу использовать в этом месяце от доктора Пьер Рико. На самом деле, две базы, которые я использую очень часто, это вот такие две тенюшки. Я их сейчас покажу. Но так как они блестящие, они всегда же хочется блеску-то на глазах. То есть, даже матовые тени на них становятся перламутровыми. Вот как раз, когда мне нужен будет спокойный матовый макияж, то доктор Пьер Рико мне будет в помощь. Отличная база по тени. Вот прямо сразу кожа такая гладкая, нежная и классная. Вот она такая. Она неубиваемая, она вечная. Я не знаю, у нее срок годности кончится, а она еще будет почти целая. Потому что тут нужна прямо капля. И эта капля разносится хорошо и прямо выравнивает под пальцем. Прямо чувствуешь, как выравнивается вся кожица на веках. Две базы. Одна от Верри Ми. В пустых баночках покажу темные тени, которые у меня почему-то испортились. Этим ничего не делается. У них срок годности хороший. И как базу я их использую, и как самодостаточное средство. Тоже отнесу потом в Project Pen. Потому что кремовые тени нужно использовать каждый месяц. Их если откинешь, потом вспомнишь, а их уже... Они уже испортились. И 65-й оттенок. Кукала в тату. Вот так они выглядят. Их я реанимировала. Не знаю, как мне тут с ногтем-то. И они стали очень мягкими и красивыми. Я попыталась реанимировать от Верри Ми темные тени. Они у меня совсем испортились. С хорошим сроком годности. Может быть, на складах где-то хранились неправильно. А вот эти вот хорошо заработали. Были подсушены немножко. А сейчас отличные. Тоже использую как индивидуальные сами по себе. Так и использую как базу. Ну, теперь давайте к теням. Теней я набрала много. Сразу схватила последнюю новинку. Это Wet n Wild. В прошлом месяце я очень часто пользовалась их. Вет n Wild большой палеткой. Я вам показывала. А вчера я получила вот эту. Вчера уже ходила с этими тенями на глазах. И мне очень-очень понравилось. Смотрите, я едва касаюсь. И вот такая пигментация. Это просто чудо, а не тени. Как они мне понравились. Вот этот розовый, он в какой-то сиреневый уходит. Золото. Ну, очень красиво. В предыдущем ролике я показываю там фотографию с макияжем из этих теней. Плюс они еще вот такая передача. Вообще не сыпятся. Отличные тени. В добивалочках моя старушечка. Она тоже в Project Pen у меня уйдет. Это от Divash в номере 4. Палеточка. Она, мне кажется, была лимитка. Потому что я больше нигде не встречала. У нее есть зеркало. Вот оно вот тут. Крышка прям прекрасна. Все мы любим, когда так откидываются. Тут их 4. Тут у меня уже на некоторых оттенках. Сделала к дырочке. 4. Вот они такие красивые, спокойные, при этом сияющие. Нравятся эти тени. Вот этот темный у меня быстрее всех, наверное, закончится. Следующие тени, которые я взяла, это тоже новиночка. Я вчера показывала вам от Divash. Оттенок 33. Тут плохо видно. Вот так. Это спокойные серо-коричневые. Они между собой, возможно, на глазах будут похожи. Мне так кажется, как-то у них есть схожесть какая-то. Ну, посмотрим. Вот такие вот спокойные, спокойные тени. Так, следующий от Faberlic. Тоже у меня в этом месяце, видите, сколько спокойных? Только взрыв-то вот в этой палетке. От Faberlic взяла в оттенки. 54, 27. Так, давай, открывайся. Ну, что ты. Ой, застеснялась, смотрите. Тут один матовый оттенок, другой сатиновый. Вот так они выглядят. Вот этот сатиновый желтенький, он чем-то отдаленно может быть похож вот на этот. Но у него пигментация очень отстает. Поэтому, вроде бы, кажется, сходство есть, но нет. Это вот такой спокойный дневной макияж. А на глаза еще спокойнее переносятся. Немножко страдает пигментация. Но мне нравятся вот эти дневные спокойные макияжи. Следующая палетка. Ну, на месяц. На месяц мне нужно много. Это от Estee Lauder. Вот эти тени, они не яркие. Они такие тоже спокойные. Но их я хочу именно вот на какую-нибудь сатиновую базу, чтобы они были поярче. Вот сейчас я вам покажу, какие тут оттенки. Мне приехали они в подарок. Маленькие окошечки, не могу попасть. Вот видите, они прям совсем такие спокойные. Мне хочется их попробовать именно на какие-нибудь сверкалочки нанести. Ну вот, давайте, например, попробуем. Не знаю, чего у меня получится. Ну вот, да вот. Как оно будет? Вот, видите? Это хороший опыт-то мы с вами провели. Вот так вот преображают любые тени. Вот эти сверкалки. Представляете? Ой, не зря я провезла. Давайте еще, знаете, никто не торопится никуда. Я нет. До пятницы я как пятачок, совершенно свободно. Вот этот вот темненький, он не больно темненький. Если вот как мы с вами переносили он. Вот так. А мы сейчас с вами попробуем вот сюда. Тоже вот он становится как-то сочнее. Светится вот. Ну, в общем, цвета меняются и преображаются. Потому что я уже сколько раз вот пользуюсь пока вот этими вот двумя. Особенно вот от Ariflame Very Me. Мне очень нравится, как вот преображаются любые тени, которые мало пигментированы. Ну, а вот этот вот сиреневый вообще просто влюбил в себя. Такой цвет красивый получился. И еще две палетки от Avon. Одна новенькая, другая уже у меня старенькая. Давайте ищите название. Наверняка тут где-нибудь название оттенка. Вы знаете, что меня раздражает вейвом? В декоративке. И вот все, абсолютно все у них палетки вот так вот выглядят. Но сейчас марка они написали на белом. Ну, где разнообразие? Ну, почему вот так? И Фаберлик. Ну, что вы тут за пузыри наделали? Зачем вот этот вот объем? Вот минус Фаберлик это вот эти пузыри. Три палетки положил и полная косметичка. А вейвом все одного цвета. И нужно сто штук открыть, чтобы понять, что там внутри. Вот такая красота зеленая. Рисовать мне негде. Подождите, я руку сотру. Так, пока смотрите на них. Ой-ой-ой. Нет, не смотрите. Не стесняются. Сейчас я руку для новых свершений. Ну, кстати, на вот эти вот палетки, на тени, на эти, макияж, где делаю, не так быстро смывается с руки. Все, сухо. Очень красиво. Это одна из последних палеток. Мне хотелось с зелеными оттенками у Эйвен. И я приобрела. В этом месяце буду пользоваться. Вот розовых оттенков много у меня сейчас. И все они какие-то разные. И по пигментации, и по передаче, переноска. Вот так. У Эйвен вообще вот эти четверки более спокойные. У них есть яркие, поярче немножко. Но, в целом, они такие более спокойные. Вот это вот территорию. Вот это мой скромный гель тут. Увеличим территорию, а то мы с вами не умещаемся. И вторая палетка, которую я беру от Эйвен. Спонжи у меня для красоты везде. Они девственно чистые. Ой, сейчас название покажу. Вот такие спокойные-спокойные цвета. Вот эти два чем-то, мне кажется, похожи на Диваж. Да, вот. Ну, по крайней мере... В одном цветотипе каком-то. Вот на эту палетку. Вообще, вот эту палетку я взяла на сайте. Там очень ярко она блестела от вспышки, наверное. Так, как у нас тут. И мне показалось, она ярче. Я бы не стала брать бледненькую. Вот, поярче немножко. Вот тут совсем спокойные оттенки. Давайте цвет посмотрим. Ищите цвет. Вот. Зеленые, конечно, посочнее. Их и видно лучше. И красивее переносятся. А это уже спокойный дневной макияж. Но, вы думаете, это все? На самом деле, это еще не все. Я в этом месяце решила и вообще покажу вам сейчас палетку, которая у меня будет присутствовать всегда на столе. Я ее редко достаю, а в косметичках вообще не показываю. Это палетка от L'Etoile. Она такая большая и не очень удобно ее каждый раз носить сюда. Но, на самом деле, мне хочется ей все-таки пользоваться. Давайте я эти спонжики выкину. Они мне не нужны. И буду некоторые оттенки использовать. Вообще не только в этом месяце, но и вообще. Потому что она у меня несправедливо заброшена. Давайте я некоторые цвета покажу. По крайней мере, которые меня тут привлекают. И хочу я ими попробовать теперь пользоваться. Видите, они яркие и красивые. А я эту палетку забросила. Скорее всего, она у меня тоже в Project Pen на 2018 год будет отложена. Project Pen для меня это не доиспользовать то, что мне не нравится, а то, что мне нравится. Либо это заканчивается, либо это хочется поближе к себе иметь. И поэтому Project Pen у меня это лучшая косметика, по факту. Которой хочется чаще пользоваться. Либо хорошая, уже заканчивается, ну, чтобы уже освободить, добить. Вот так вот смотрятся эти оттенки. Еще у них передача хорошая. Эта палетка универсальная. В ней есть еще и второе отделение. Так, сейчас я вам его тоже открою. Вот такое оно, представляете, большое. И тоже несправедливо брошено. Очень красивые тут помады. Тут есть пудры. Румяна. Ну, в общем, хорошая палеточка. Я вам ее так сейчас... О! Вот это, кстати, румяна я использовала куклам своим. А вот это вот все почти не пользуюсь. Видите, их не очень видно. А вот это для кукол классно. Так что пусть она у меня будет тоже перед носом. Ну, все это, что на Project Pen у меня, я потом покажу. Пока на декабрь. Все. Успокоилась я с тенями. Собрала. Далее. Давайте я быстро покажу туши и карандаши, а потом помады. Туши у меня будет две. Вот эта у меня буквально заканчивается. 55,09. Ее тут, я так думаю, осталось совсем немножко. Она уже и подсыхает. Она у меня в этом месяце 100% уже закончится. На глазах уже тоже не так смотрится, как хотелось бы. Очень хорошая тушь. Делала хорошие ресницы. Она какая-то супер черная или ультра черная. Как-то вот так называется. Когда закончится, я продолжу использовать Sephora. Вот так называется тушь. Она тоже черная. И тоже очень хорошо прокрашивает ресницы. Делает их пушистенькими. Видите, у нее щетка такая интересная. С одной стороны погуще, с другой... Ну, вот видно, как-то она так смотрится. Вот. Удобная очень щетка. Далее. Карандаши. В этом месяце решила карандаши все-таки брать, чтобы не брегать ими, а использовать какие-то конкретно. Выбрала от NYX. Ну, это скорее тени карандаш. В оттенке... Это оттенок. Вот такой. В коробочке ко мне приезжали они. Нравится. Очень красивый акцент делают на глаза. У меня никакого заплаканного взгляда не делается. Наоборот, скорее какой-то блеск в глазах появляется. Хотя, когда он ко мне приехал, я его около месяца вообще не трогала. Боялась красить глаза. Думала, что мне вообще такой цвет не подойдет. А оказалось все замечательно. Хочу подружиться вот с этим карандашом от Фаберлик. Я его периодически достаю и обратно закидываю. Вот такой у него цвет. Тут все равно все отсвечивает. Вот так надо, наверное, да? Вот там оттенок. Недавно во влоге я показывала его. Но влоги не все смотрят, не все любят смотреть влоги. Вот такой интересный карандашик. Это под спокойные тени, которые такие, как макияж без макияжа. Очень люблю я от Марк вот этот лист шалфея. Зеленый оттенок. Он у меня часто на глазах. Люблю. На любые тени прекрасно ложится, прокрашивает. И от Эйвен. Три карандашика. Давайте смотреть. Такой на зелень, как всегда, меня пробивает. Мне нужно, чтобы в месяц было все оттенки зеленого. Это тоже зеленый, не удивляйтесь. Так, много выпрыгнула. Ну, люблю я зеленый. Что, что сделаешь. У меня глаза просто карие. И в них есть зелень. И когда зеленые тени присутствуют, или карандаши, вот эта зелень становится чуть ярче. Ну и, конечно, сам коричневый карандаш. Хотя, если вот сравнивать, то мне больше идут тени карие. Коричневые, чем зеленые. Вот так. Ну, этот у меня универсальный, вместо черного. Я не очень люблю черные карандаши. Так, что у нас осталось? Все для губ. Для губ я выбрала три карандаша. И все три будут у меня вместо помад. Давайте я вам покажу. Хотя я их показываю вам регулярно. Это мой любимый. Это у меня прямо уже не карандаш, а матовая помада. Оттенок 0,70. Каждый раз я его ищу. Потихонечку он у меня стачивается. Вот такой оттенок красивый. На него красивый любой блеск. Ложится и смотрится. От Кики. Это больше у меня не карандаш помада, а очень отличная вот эта кисть. Мне она нравится. Прямо пользуюсь. Только ей, когда мне нужно что-то на себя нанести. А вот карандаш я хочу под блеск использовать. Который у меня в Project Pen. Ну и этот тоже хочется карандаш от Faberlic добить. Цвет не показываю, потому что его уже нет в каталоге. Ну, может быть, только заменен. Вот такой. Тоже как помаду. Тоже они у меня пойдут в Project Pen в следующий год. Ну и теперь о помадах. Вы знаете, вообще у меня изначально не просто так тут стоят помады. Это все помады с Project Pen. Я хочу этот месяц посвятить именно им. Но при этом, я не знаю, с каких соображений я еще набрала вот столько. Если хотите, я вам покажу все. Но удар я буду делать все-таки на Project Pen. Потому что последний месяц я же Project Pen делаю до конца декабря. И получается, хочется добить. Вот у меня есть уже вот в таком состоянии, например, помада. Нет, давайте я руку вытру, а потом вам покажу. То есть остаются со мной те, кому интересно дальше разглядывать помады. Девочки, сейчас многие подумали, так мы помады и ждали в первую очередь. Потому что многие любят именно тени и помады. Ну, так же, как и я, в принципе. И я люблю свои ролики тоже пересматривать, которые в косметичках. Если девочки долго не выкладывают косметички, я могу даже собственную пересмотреть. А, кстати, вот еще одна. Ну, давайте помады. Это от Maybelline. Очень жалко, что этой серии нигде сейчас не найти. Я бы купила бы с удовольствием еще. Это, наверное, одна из самых любимых моих помад. Она смотрится и как блеск, при этом, ну, очень красиво. И на солнце она блестит. Когда зима, снег на улице, она блестит. Когда электричество в комнате, она блестит. Ну, в общем, супер-пуперская. Вот это у меня закончилось. Я даже ее, видите, ямочка. То есть я ее даже вот кисточкой оттуда. Это от Clorans в 0,7 оттенке. Ну, настолько мне нравится. Я буду ее продолжать выковыривать весь этот месяц, потому что мне нравится оттенок. От Faberlic в добивалках вот такой оттенок. Ее нету в каталоге, но мне она нравится. Только в зиму. Она мне нравится почему-то именно зимой. Может, потому что у нее есть коричневая какая-то рыжинка. Поэтому. Так. Это я вам показываю те, которые мне нужно поактивней. Видите, они подлиннее, чем все остальные. А многие у меня там уже заканчиваются. Вот. Есть вот такой из больших помад, которые мало убавились. Ну, это как блеск. Это от Avon Lux. Есть вот такая единственная у меня, единственный блеск от Avon. Он такой ультра сияющий. Мне он нравится. Прям нравится-принравится. Но так как его уже тут совсем мало, хочется его доиспользовать. Или все, и расстаться. Вот эти две помады меня радуют. The One. Потому что тут осталось вот так. Я уж не буду ей сейчас рисовать. И еще одна от Avon Lux. Ее осталось вот так. Этой давайте порисую. Тут сплошные блесточки. Вот такая. Красивая. Прям вот блестяшка сплошная. Так. И еще одна есть от Clorans. И вы знаете, я ей почти не пользуюсь. 705. Возможно, потому что мне очень жалко. Ведь у меня от Clorans больше ничего не будет никогда. Поэтому мне ее немножко жалко. Но пользуюсь. В любом случае пользуюсь. Но реже. У меня же вторая закончилась. А эта вот немножко осталась. Это не помада. Это такие у них мини-версии. Ну, типа пробники. Это то, что я хочу в Project Penny активно. Но, вы знаете, тут в цветах немножко есть ограничения. Они в какой-то одной гамме. И вот это побудило меня собрать еще одну косметичку. Так. От Mary Kay. Вот в таком оттенке я буду использовать помаду-карандаш. Она уже такая сиреневая, сочная. Пошли яркие цвета. Отличающаяся от тех. Так. Давайте с этой стороны. От Avon. Тут я уже поближе буду показывать цвета. Вот в таком оттенке. Она с переливами, с разводиками я называю. Вот такая. Немножко в малиновый тоже уходит. Но такой уже в другой. Если это в сиреневый, то это в малиновый. Фуксию даже. Красивый этот оттенок. Нравится. Дальше. Так. А нет, это можно не показывать. Это была лимитка в Avon. Она у меня очень схожа вот с этой. Только это в рыжинку. А это как-то тоже в краснинку какую-то уходит. Я ее тоже только зимой использую. Вот такая она уже. Видите, сочные цвета. То есть мне недостаточно, видимо, тех. И пошли сочные цвета, которые я отобрала. Мои любимые оттенки. Помад. Тоже полупрозрачная. Это от Ariflame. Я взяла помаду. Она у них вот эта вот серия. Недорогая. Видите, они надламываются. Поэтому сильно не выкручивать надо. Так. Куда мы? Давайте здесь продолжим. Тут уже вот такая вот сиреневая тоже. Похож вот на этот сиреневый. Но полупрозрачная. Как я люблю. Когда яркие глаза темные. Тогда вот эти вот помады. Дальше. Из стареньких от Lux. У меня есть помада. Тоже ее надо будет вдохнуть. Вдобивалочки. На следующий год. Вот так она выглядит. Не часто пользуюсь я ей. Потому что не очень люблю этот цвет. Но хочу. Пока зима. Мне такие вот в рыжиночку. Немножко идут зимой. Когда щеки красные. Тогда вот эти помады. Они прокатывают. Новенькая помада. Это зеркальце мат Фаберлик. В оттенке 40034. Это матовая помада. Вот такая она. Прямо очень красивая. Без матовых я уже никуда. Она чуть-чуть подсушивает губы. Но достаточно яркая. Тоже когда будут морозы. На красные щечки. Будет смотреться с красными щечками. А не на красные щечки. Сейчас наговорю вам. С красными щечками будет смотреться неплохо. Новинка, которая будет в первом каталоге Avon. И по фокусу. По фокусу. И во втором каталоге уже. Тоже Avon. Одну я беру на этот месяц. Вот такая она сиреневая. Я показывала вам на губах. В пробниках себе такие. Вот такая она сочная. Это взрыв цвета. Но видите. Оттенки все равно. Зимой хочется ярких оттенков. Полупрозрачных тут мало. И от Rimmel 0,50 оттенок. Это новинка. Я ее только-только на Белорис на сайте заказывала. Тоже красиво. Она стойкая. До 8 часов обещает держаться. Но я пока ее столько не носила. Хочу потестировать в этом месяце. Оттенок отличный. Красивый. Кому такие идут, то это здорово. От Faberlic. Помада, которой уже нет в каталоге. Она идет вот так вот с кисточкой. Но я ее часто беру. Потому что хочется использовать чаще. Это один из единственных коричневых оттенков. Еще есть от Mary Kay. Который у меня есть. Бывает момент, когда мне именно такой оттенок хочется. Она ложится очень ровно. Это я тут просто многовато на кисточку нанесла. Очень красивый оттенок. Если вам идет такой, то прям супер. Ну и вот она прям бесконечная. И когда она, если вдруг закончится, то очень удобный вариант. Сами, когда варите помаду, потом использовать эту баночку. Ну, не знаю, когда она у меня закончится, конечно. Но если закончится, то ванночка у меня остается. И в этом месяце у меня получается один тот блеск. И вот взяла от Mary Kay еще два блеска. Это их сатиновая, кажется, серия. Или как-то так. Давайте я вам покажу. Я их на губах не очень люблю. Потому что есть привкус. У них очень приятный аромат. Прямо очень приятно какими-то конфетками. Но есть небольшой привкус. Но в любом случае я пользуюсь с удовольствием. Потому что цвет хороший. А вот этим я не пользовалась еще ни разу. Такой металлизированный оттенок. Вот он. Смотрите, тянется. А, нет. Там что-то просто... Попала ворсинка от ватки, скорее всего. Вот такой оттенок. Давайте посмотрим. Он как металлика. Я уж напугалась, говорю, что у меня тянется такое. А то, видимо, я стирала сводчи. Ну, в общем, вот так вот он смотрится. Скорее всего, я такой цвет буду именно на карандаше использовать. Который я вам показывала длинненький. Потому что, когда выбеливаются губы, мне это совсем не идет. А вот на карандаше он будет хорош. Вот такая у меня была косметичка. Ну, посмотрите, это называется... Я буду пользоваться только помадами из Project Pen. Ну, и как всегда. А меня спрашивают, девочки, зачем тебе столько помад? Ну, если я даже вот выбрать на месяц не могу. У некоторых вообще помад меньше, чем я выбрала на один месяц. Поэтому, ну, каждому, наверное, свои слабости. Вот мне надо много косметики. И я тогда счастлива и довольна. Вообще, ежемесячно выбирать сложно. Наверное, девочки правильно делают, что на неделю. Ну, или хотя бы там на две выбирают. А у меня на месяц получается почти... Каждый месяц я показываю целую огромную косметичку. Все. Спасибо огромное всем за внимание. Всем до новых встреч. И всем пока.